Абсолютно убежден, что глобальные планы Путина это уничтожение Украины. Но я абсолютно считаю неприемлемым паникерские настроения и возбуждение вот этого страха перед надвигающейся какой-то угрозой. Мне кажется, что отдав без боя Крым, отдав кровью, но малой часть Донбасса, некоторые люди успокаиваются тем, что планы России это только пробить коридор на Крым. Если вот отдать там несколько еще районов на Крым, то все это успокоится и мы будем дальше жить как и жили, будем депутатами, олигархами, писателями, поэтами, а такого уже не будет. И тот, кто не понимает, что жизнь изменилась, он горько за это расплатится, но просто не хочется, чтобы за это платили простые люди и чтобы не заплатила вся страна. Поэтому я считаю, что надо ставить перед собой вот эту самую высокую планку, чтобы ждать, что война будет идти очень долго и планы у Путина глобальные. И когда ты находишься в Москве, ты просто понимаешь масштаб мракобесия, одурманивание, в котором находятся люди. И меня поражает, вот мы говорим, этого нет, того нет, всего нет. И у меня такое ощущение, что я нахожусь в столице малюпусенького, карликового государства, а не 46-миллионного страны. И маленький чеченский народ, не имея никакого вооружения, кроме стрелкового, не имея систем залпового огня, самолетов и танков, 10 лет вел войну с российскими регулярными войсками. И в принципе, я считаю, выиграл эту войну, потому что там залили все сначала напалмом, а потом залили все деньгами. И город Грозный сейчас самый красивый город России, и за это платят российские налогоплательщики. Ну, но в 46-миллионной стране, 46-миллионной стране, что невозможно найти достойных героев, солдат, армию, людей, 46 миллионов. И вопрос стоит так. Есть тактические отступления, есть стратегические проигрыши. Если это перемирие, это такая-то тактическая, тактический шаг, это хорошо. А если это уже проявление паникерства и сдачи, это плохо. И все зависит только от украинцев. Либо эта страна останется через год, и украинцы ее защитят и отстроят. Либо, если ее не будет, значит так. Я согласен. А у меня вопрос, секунду. Вот буквально сегодня, там я даже не то, что один раз, несколько раз с разными людьми разговаривал, спорил. Очень многие ведь считают, что, слушайте, санкции работают, санкции работают, Путин испугался. Евро в России сейчас уже впервые перевалил за 50 рублей, доллар под 40 рублей. Так, если пойдет дело, так 100 рублей будет к следующему году. Я прошелся по московским магазинам, и действительно, у меня не было долго в Москве. Цены растут, да, инфляции и так далее. На прошлой неделе прошелся там по магазинам, да, мне бросилось в глаза, что там стало меньше каких-то продуктов. Не всех, ну каких-то, но это иллюзия, что это остановит. Мы помним время, когда мы в туалете, вместо туалетной бумаги использовали газету «Правда» и «Известие». И мы помним время, когда мы по карточкам получали масло и мясо. К счастью, украинцы это не помнят. Мы, белорусы, тоже жили получше. А в России рассмеется мясо в некоторых гражданах. И никакое отсутствие колбасы и сыра не остановит людей, которые одурманены и жаждут какой-то там победы. Павел, мы с ним поняли, что хочется услышать об этом. Это чеченцы, которые смогли, я знаю, что Грозный обороняло 2000 чеченцев. Разница только в одном. Если у нас страна не мобилизуется, если у нас останется все по-старому, каждый будет решать свои личные вопросы, шансов у нас противостоять нет. Значит, тогда не нужна этим людям страна, стране Украины. Если вы не защищаете свой дом, тогда туда придут и другие люди заселятся. Вот такой вопрос и все. Должны наказываться. Потому что иначе у нас возможностей вообще никакой не будет. Потому что солдаты, которые смотрят, что они там воюют, а там всем все равно и все продолжается. Зачем им погибать? За что им воевать? И все наплевают. И президент Порошенко не сможет отсидеться, как Ющенко, на своей пасеке. Потому что если президент Порошенко обманет наши ожидания и будет себя вести не так, как он себя представлял, например, в американском конгрессе, то ему не будет места не только на пасеке, но даже в Украине и его детям. Я надеюсь, он это понимает. И понимают это министры. Я надеюсь, и понимают депутаты. Ну, неужели вы думаете, что если вы в очередной раз здравите, то вам кто-то простит. Вам, может быть, украинцы простят, но тот, кто придет, вам не простит. Мне, знаете, очень неприятно перебиваться, Павла, потому что Беларусь говорит то, что думает каждый...